четвертый мост много рассказывал про четвертый мост в прошлом году тем не менее там процесс двигается и хочу напомнить вообще какой уродский это проект с финансовой сейчас точки зрения не с архитектурной я не архитектор но в деньгах понимаю первую опору установили для четвертого моста и на висибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста сибирской концессионной компании это в семнадцатом году которая принадлежит группе виз группа виз связана с игорем ротенбергом это друг владимира путина то есть на самом деле моста нужен не нам мост нужен им чтобы денег на этом заработать в прошлом эфире спрашивали это до избежал той темы тут остановлюсь подробнее смотрите в чем проблема четвертого моста во первых мы за него будем платить три раза даже не два то есть наши великий губернатор и прочие чиновники они просто настолько фокусники что могут нам один мост продать не один раз и даже не два как настоящий коррупционеры а три рассказываю первый раз большую часть стоимости строительства мы оплачиваем из бюджета причем в начале нам очень много рассказывали что это будет федеральный бюджет но на самом деле убытки прямо сейчас но затраты может быть не убытки до затраты прямо сейчас несет областной в частности оплатили проектную документацию оплачивали там кита схемы с песком ну то есть постоянно город и область тратят деньги на этот проект всего там запланировано наших с вами денег больше 40 миллиардов при этом есть некая компания с уставным фондом если не ошибаюсь 100 тысяч рублей еще раз мы с вами вкладываем 40 миллиардов некие друзья путина у которых есть 100 тысяч рублей берут в банке занимают 8 миллиардов и тоже вкладывают в этот мост почему мы не можем если уж потратили 40 докинуть еще 8 и сделать нормальный городской бесплатный мост если уж он там чиновникам кажется что именно там именно такой нужен это вопрос очевидный но тем не менее они тратят 8 занятых в банке ну под тот договор который они заключили то есть них ничего нет но у них есть договор и есть влияние этого хватает чтобы взять 8 миллиардов и вложить также в этот мост и за это начинают по нему собирать плату при этом понятно что чтобы это отбивалось уровень нужен такой оплаты потому что у них же процент еще банковские там набегут за это время на эти 8 миллиардов это же них собственные средства там по 100 рублей за проезд понятно что никто не поедет поэтому планируется чтобы поехали заставить поехать закрывать коммунальный мост то есть смотрите 40 наших 8 чужих но соточку надо будет выложить каждый раз потом если хочешь проехать но даже в этих условиях есть понимание то есть второй раз заплатили в этих условиях есть понимание что многие не поедут не так уж много новосибирцев может себе позволить за соточку переехать на другой берег будут набиваться на димитровский не знаю через академ городок поедут как угодно будет распределяться поток ну чтобы сотку в одну сторону же не платить чтобы и этот вопрос закрыть в консессионные соглашения прописаны условия что в течение 20 лет если платы за проезд не набралось чтобы отдать кредиты банку и заработать еще ротенбергу то мы с вами из бюджета области будем докидывать разницу то есть мало что сороковку отдаем мало что за проезд платим ну еще если вдруг не доплатили не поехали нам дорого то будем из бюджета ну не только мы и наши дети а у кого-то даже и внуки у кого-то и правнуки 20 лет приличный срок то есть уже сейчас из бюджета недостаточно красть поэтому начинают красть из бюджета будущего то есть городецкий который это все подписал и травников который сейчас все сопровождает натурально уже но бюджета уже нищий засовывают лапы свои в будущее и оттуда крадут деньги для путинских друзей вот все что нужно знать про четвертый мост поэтому когда мне какие-то люди рассказывают ну вот ты критикуешь власти они вот строят мост так они его за счет наших с вами детей строят этот мост и они будут за это платить чё тут хорошего то так каждый может и история важная и прямо нет нельзя ее нельзя пропускать про четвертый мост буду рассказывать столько сколько необходимо чтобы этот вопрос раскрыть